Картина «Арест пропагандиста» Илья Ефимович Репин Это одна из самых известных картин художника. На ней изображён момент ареста человека, занимавшегося революционной пропагандой. На тот момент это была актуальная тема, и Репин не мог пройти мимо неё. Страна переживала всплеск социальной активности, подъём революционного движения, который сопровождался многочисленными актами насилия. На картине изображён момент, когда пропагандиста разоблачили и уличили в противозаконной деятельности. Действие происходит в простой крестьянской избе с убогими деревянными полами в щелях и трещинах, с голыми неприглядными стенами. На фоне всеобщей серости и мрачности ярким пламенем светится алая рубаха арестованного. Это эмоциональный центр картины. Композиция картины решена группами, где главный элемент — это сам главный герой и люди его удерживающие. Угол картины занимают крупные фигуры на переднем плане. Пожилой жандарм, читающий одну из листовок пропагандиста, и склонившийся над ним молодой господин с усиками. За их спинами видна дверь в другое помещение, где толпятся возмущающиеся и что-то возбуждённо выкрикивающие люди. Фигуры на заднем плане — это простые крестьяне в грубых пасконных одеждах. Они настороженно смотрят в разные стороны, пытаясь понять смысл происходящего. На переднем плане внимание привлекает раскрытый чемодан с разбросанным содержимым — основная улика против пропагандиста. Картина в основном написана в тёмных невразительных цветах. Исключениями являются лишь два чистых цветовых пятна — красная рубаха центрального героя и голубая крышка раскрытого чемодана. Этот приём невольно вынуждает фиксироваться на этих цветах, подчёркивая их важность. Полотно выполнено в характерной для Репина манере. Часть её прописана очень тщательно, с мельчайшими деталями, как, например, половицы, чемодан с бумагами, фигура сидящего на столе жандарма и человека рядом с ним. Все остальные персонажи выразительны и заметны, однако написаны в другой манере — широкими эффектными мазками, почти эскизно. Это добавляет к картине живости, придаёт движение, особую энергетику. Продолжение следует...